Минувшая неделя огорчила неважной работой пиар-служб. Так Мерседес фактически замолчал премьеру 12-цилиндрового Майбаха, а Genesis, выпустив эффектнейший универсал G70, сопроводил дебют всего пятью фотографиями. То ли дело Порше. До премьера нового Макана еще пара долгих лет, а немцы уже шлют фотоотчеты об испытаниях опытных образцов. Их земляки и партнеры из Volkswagen обновили длиннобазный Tiguan, но из-за дефицита микрочипов оставили стандартную версию без двухлитрового мотора. Не меньший шок появления Рено Арканы за почти 2 миллиона рублей. Впрочем, дорожает сейчас буквально все. Вот пример. С начала года Кия переписала ценники уже пять раз. И не только она. Но сначала обсудим главную новинку этой недели. Многосерийное представление, которое Шкода устроила перед премьерой новой Фабии, фактически оставило нас без интриги. Мы заранее узнали технические нюансы, рассмотрели закамуфлированные машины, а также оценили хорошо прорисованные скетчи. Сейчас, когда перед нами предстала товарная версия пятидверного хэтчбека, есть смысл повторить основные тезисы. Тем более новинки есть чем гордиться. Одних только умных решений Симпли Клэва чехи придумали аж 43 штуки. Это кармашки для смартфонов, отсеки для мелочей, плюс сетка, установленная под полкой багажника. В водительской двери спряталась ниша для зонта. Прежде таким удивлял лишь флагманский суперб. В плане техники Фабия наконец переехала на модульную платформу MQB. Она принесла современную ездовую электронику и оптимизированную конструкцию кузова. Благодаря последней маленькая Шкода оказалась достаточно легкой. Впрочем, не такая уж маленькая. Снова напомним, что модель по габаритам догнала Volkswagen Golf четвертого поколения, поскольку длина разом выросла сразу на 11 сантиметров. В свою очередь ширина стала больше на 5 сантиметров. Список моторов достаточно скромен. Роль старшего примерит 150-сильный полуторалитровый турбомотор, с которым работает семиступенчатый преселектив. А еще Фабия получила 4-литровых тройки разной мощности, от 65 до 110 сил. А между тем, в соседнюю Белоруссию только что запретили ввозить автомобили марки Шкода. Предполагалось, что санкционку разрешат привозить из России для личного пользования. Но реальные санкции оказались гораздо жестче. Все из-за того, что Шкода Авто отказались финансировать грядущий чемпионат мира по хоккею. Его должны были совместно принимать Белоруссия и Латвия. Зеркальным ответом со стороны белорусского правительства стал запрет на автомобили чешской марки. Так, с 5 мая границу республики не смогут пересечь ни новые, ни поддержанные Шкоды. Притом ограничения касаются машин любого происхождения, что европейского, что российского. То есть, фактически, мы имеем санкции против российского автопрома. Ведь большая часть машин приходила из Калуги и Нижнего Новгорода. К российским новостям! Марка Хёнде готовится презентовать россиянам Туссан нового поколения. Позади остались сертификационные испытания, итогом которых стало получение документа под названием ОТТС. А значит, впереди локальная презентация и старт продаж. Из официальных документов мы знаем, что нам полагается длиннобазная версия модели. Она сразу на 13 см крупнее европейской. Хотя трёхрядный салон корейцы внедрять на удивление не стали. Моторов заявлено пока лишь два. Главная роль отдана двухлитровому атмосфернику. Точно такой же ставится на Элантру. Коробки передач шестиступенчатые, механика или автомат. А привод бывает передним или полным. Фанатам дизелей заготовлен агрегат объёмом 2 литра, с которым стыкуется 8-диапазонный автомат и полноприводная трансмиссия. Другие варианты сейчас не предусмотрены, но могут появиться позже. И ещё нынешний сертификат оформлен на кроссоверы корейского производства. Но ничто не мешает российскому офису Хёнде вписать за тем местом сборки калининградский завод Автотор. В гамму Volkswagen Tiguan наконец вернулась очень любопытная модификация. С начальным турбомотором, роботизированной коробкой и полным приводом. Это, скорее всего, случилось потому, что двухлитровых машин не будет до осени. Дилеры бренда разом прекратили приём заказов, поскольку на Калужский завод, где делают Tiguan, моторы 2.0 TCI давно не поставляют. Причина – в глобальном дефиците микрочипов, накрывших мировой автопром. Возобновление поставок ожидается летом, а продавцы начнут получать товарные автомобили не раньше сентября. Всё это время единственным доступным вариантом будет 150-сильное исполнение объёмом 1.4. Следующая новость тоже касается этой модели. Volkswagen Tiguan Old Space – это длиннобазная версия Tiguan, при том очень популярная. Во втором поколении кроссовера на этот вариант приходится аж 55% продаж, а главную кассу дают китайские и американские рынки. Поэтому странно, что длиннобазка дождалась обновления последней. В целом рецепт рестайлинга оказался знакомым. Кроссовер заполучил другой обвес, новую решётку и почти гольфовские, разумеется, полностью светодиодные, фары. Любопытно, что передний бампер растянутому Tiguanу достался оригинальный. С ним машина выглядит эффектнее и агрессивнее короткобазного собрата. В остальном крупные и компактные родственники ничем не отличаются. Покупать Old Space имеет смысл как минимум из-за безразмерного багажника объёмом 760 литров. Но за доплату туда можно установить дополнительный диван, чтобы кроссовер сделался семиместным. Оценить прелести длинной базы россияне, видимо, не смогут. В 2019 году московский офис Volkswagen подумывал над экспортом семиместной версии, но потом передумал. Видимо, автомобиль мексиканской сборки выходил слишком дорогим. Рено оформила российский патент на внешность нового Логана. На иллюстрациях изображена машина европейского образца под брендом Dacia. В версии для нашей страны седан должен иметь марку Рено и другой передок. По некоторым данным, выпуск таких автомобилей стартует на мощностях автоваза примерно через год. А затем на конвейер станет следующая Гранта, которой предстоит перейти на логановскую платформу. И ещё одна новость из Тольятти. Как сообщает паблик Автоград Ньюс во Вконтакте, на Лада Гранта начали устанавливать восьмиклапанный двигатель нового поколения. Он мощнее и моментнее прежнего. А главное, 80% тяги теперь доступны всего при тысяче оборотах. Напомним, что первый модернизированный восьмиклапанник получил Ларгус. А теперь новинка вполне ожидаемо перепала Гранте. Заставит ли моторная рокировка переписать ценники, пока неизвестно. Вообще, с 1 мая Автоваз уже поднял цены на автомобили. И это третье повышение за последние месяцы. Так, Лада Гранта подорожала на 9 тысяч рублей. И теперь стоит минимум 520 тысяч. А Веста прибавила сразу 20-25 тысяч. Подорожание не обошло стороной даже обновленный Ларгус. Которому разом накинули 20 тысяч рублей. Базовый универсал теперь стоит от 725 тысяч. А за Ларгус Кросс попросят отдать внушительные 900 тысяч рублей. Между тем, к концу года мы, видимо, встретим новую ценовую реальность. Ведь ценники переписали не только Автоваз. Скажем, автомобили Киа подорожали на 10-100 тысяч. Притом, корейская марка меняет прайс-листы каждый месяц. Сверхпопулярный Рио прибавил совсем немного. Но флагманские модели, Карнивал, Махав и К900, разом подорожали на целую сотню тысяч. И то же про цены. Машины на платформе Global Access, это бывшая биноль, принято называть бюджетниками. Вот только рамки этой самой бюджетности становятся всё более широкими. Так в гамме Рено Аркана появилась версия стоимостью почти 2 миллиона рублей. Новая комплектация Prime предлагает двухцветную обивку сидений искусственной кожей, хромированный декор органов управления, а также серебристые вставки на передней панели и дверных картах. В комплектации Prime есть 6 подушек безопасности, камеры кругового обзора, подогрев задних сидений, аудиосистема Bose, автозатемнение салонного зеркала, система контроля слепых зон и тонировка задних стекол. С турбомотором и вариатором такая Аркана стоит 1 миллион 702 тысяч рублей. А если вместо переднего привода заказать полный, цена вырастет на 80 тысяч. И новость короткой строкой. У всех версий свежего модельного года новый материал отделки потолка. В комплектациях выше средней освещение салона переведено на светодиоды, а наружные зеркала обучены складываться. Странное дело. Обычно производители автомобилей стараются привлечь внимание прессы всеми возможными способами. Притом инфоповод может быть совсем ничтожным. Появление новой медиасистемы, создание свежей модификации. Тем удивительнее, что Mercedes замолчал фактическую премьеру 12-цилиндрового Maybach S-класса. На пресс-сайте трехлучевой звезды лишь буднично разместили порцию фотографий. И все. Известно, что модификации S680 полагается 6-литровый 600-сильный V12, а в качестве приданного значатся 9-ступенчатый автомат и полный привод. Также флагманскому Maybachу полагается фирменная гибридная надстройка. Цены известны. За 12-цилиндровую поставь длиннобазного седана придется отдать 28 миллионов. Другие подробности узнаем на Петербургском экономическом форуме, где проведут российскую презентацию модели. Диаметрально противоположный пример работы пресс-службы от марки Ineos, что разрабатывает внедорожник Гренадер. Напомним, что эта крохотная фирмочка решила действовать кардинально, создав собственный Defender. Посчитав, что любое упоминание, даже самое негативное, кроме некролога, это реклама, представители бренда сделали следующее заявление. К концу 2021 года товарной машины не будет. При этом Ineos всеми силами ускоряет работы по Гренадеру. В ближайших планах собрать 130 прототипов, которые должны наездить не менее миллиона тестовых километров по дорогам и бездорожью Швеции, Северной Америки и Ближнего Востока. Выпускать машину будут на заводе во Франции, что раньше принадлежал концерну Daimler AG. Там делали микролитражки Smart. Загрузить конвейер внедорожниками планируется лишь летом 2022 года. И снова раскритикуем работу пиарщиков. Корейский премиум бренд Genesis выпустил универсал G70 Shooting Brake. Пятидверка, созданная из давно знакомого седана, хороша собой, но полюбоваться ей толком не выйдет. Производитель опубликовал лишь пять фотографий. Европейские продажи стильно сложной новинки начнутся будущей осенью. Хотя другие страны под большим вопросом. Ведь только старосветская публика продолжает ценить большие пятидверные универсалы. Марка Porsche сейчас занята созданием совершенно нового электрического Macan. Машина успела откатать тестовую программу на закрытом фирменном полигоне. А сейчас стартует программа испытаний на дорогах общего пользования. Чтобы заранее избавиться от возможных инсинуаций, компании решили опубликовать снимки тщательно закамуфлированных прототипов. Хотя премьеру товарных экземпляров придется подождать пару долгих лет. И еще, параллельно электрической версии продолжит выпускаться традиционная бензиновая. Но, похоже, немцы лишь обновят машину текущего поколения. Во всяком случае, в релизе говорится об эволюции нынешнего Macan. Свежепредставленный концепт под названием EQT не просто намекает, но и наглядно показывает, каким будет следующее поколение маленьких коммерческих мерседесов. Богатым, комфортным и удивительно стильным. По утонченной пластике кузова даже не скажешь, что его почти целиком взяли от новейшего Renault Kangoo. И только очень внимательный взгляд подметит общий силуэт, форму остекления и задние фонари. Между тем, передняя часть полностью оригинальная. Также немцы расщедрились на другой интерьер, хотя компоновка сильно напоминает реношную. Даже экран медиасистемы достаточно скромного для премиальной модели размера. Кстати, о размерах. Концепт имеет длину чуть меньше 5 метров, поэтому салон выполнен трехрядным. Тогда как исходный Kangoo не располагает такой версии. Любопытно, что раздельные кресла-галерки можно сложить или демонтировать. Судя по начинке французского родственника, в гамму движков войдет пара турбомоторов. На бензине и дистопливе. А кроме механики будет доступен преселективный робот. Также планируется появление полностью электрической машины. В сроках появления серийных машин нет никакой тайны. В этом году свет увидит грузовое исполнение под названием «Цитан». А старт пассажирского Т-класса состоится не раньше 2022 года.